МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире «Город сегодня». Чем мы дышим? Этот вопрос волнует тысячи актюбинцев. Особенно в тот момент, когда в воздухе явно ощущается привкус химических веществ или разлагающихся отходов. О состоянии воздуха писали практически все местные газеты. Ответы давали природоохранные службы. Но дело с мертвой точки так и не сдвинулось. А жалоб становится все больше. Своими возмущениями жители города щедро делятся в социальных сетях. Это зловоние сероводорода уже невозможно терпеть. Это натуральное, сознательное, систематическое отравление жителей города, почвы, воды, огородов, плодов, маленьких детей. Сколько тонн нужно выбросить в атмосферу, что даже при ветреной погоде держался этот запах смрада в течение 5-6 часов над доброй половиной города. Увеличилась площадь. Если в 2005-м стабильно раз в неделю я травился этим зловонием, проживая в районе Химика, но об этом не знали жители, например, района Сазда, то пару-тройку лет назад и жители Сазды узнали о запахе, но о нем не знали жители Жилянки. А теперь и последние страдают. Что тут сказать? Голова болит и кашель. Вы заметили, что все кругом покашливают. Это уже норма. Характерная черта Актюбинца – это покашливать. Жители разных районов города подтверждают, что вместе с долгожданной ночной прохладой в их квартиры проникает нестерпимый запах то ли канализации, то ли газа, то ли еще каких-то веществ, которые не просто раздражают, а вызывают болезненное состояние. Город, который находится в степи и подвержен постоянным ветрам, не может выбраться из окружения всевозможных отбросов, отравляющих людей. Сегодня мы пригласили в нашу студию представителя управления экологией, ведомство которому чаще всего задают вопросы, кто виноват и что делать. Жебек Тальжанова, руководитель отдела. Жебек, ну к вам такой вопрос. Мы знаем именно загрязнители Акбулак, наши заводы, полигон бытовых отходов. Кто-то еще прибавился или убыл из этого списка? Источники остаются те же. Загрязняющие вещества в атмосферу непосредственно выходят от канализационных сетей и полигона. Ну то есть сероводород – это как раз то, что жители чувствуют по запаху, и это действительно так? Да. Анализируя данные, что были проведены нами, замеры все, основным загрязняющим веществом остается сероводород. А с чем это связано? У нас действительно такое положение плачевное у сети Акбулака? Канализационные сети, основным источником которым и является выделение по сероводороду, сейчас у нас в городе принимают помимо хозяйственно-бытовых сточных вод, также сточные водопредприятия. На данный момент в городскую канализационную сеть сброс сточных вод осуществляет порядка 4 тысяч, более 4 тысяч предприятий, из которых 319 являются производственные предприятия. Ведется ли мониторинг вашим управлением или какими-то другими организациями по загрязнению воздуха? Мониторинг за качеством атмосферного воздуха проводится РГП «Казгидромет». По городу имеется три наблюдательных поста, также имеются три автоматизированные станции. Частота проведения по наблюдательным постам мониторинга осуществляется 3-4 раза в сутки по автоматизированным станциям каждые 20 минут. Помимо «Казгидромет» наблюдение за качеством воздуха ведется также лабораторией Департамента экологии непосредственно. На основании жалобы жителей с осени 2011 года данный мониторинг осуществляется по северо-западной части города. И что показывает этот мониторинг? Какие у нас районы самые сложные и благополучные? Анализируя данные работ, в 2012 году установлено 64 факта превышения по сероводороду непосредственно. Данный случай имеет и в 2013 году. В 2015 году установлено 50 фактов превышения. Вот в чем опасность именно сероводорода? Почему это не только неприятно, но еще и для здоровья может быть вредно? Сероводород, он тяжелее воздуха, относится ко второму классу опасности, имеет специфический запах. Негативное воздействие на человека, высокие концентрации сероводорода нарушают нервную систему, также дыхательные пути. Вот в вашу функцию управления экологией входит только анализ того, что происходит в городе, или вы можете принимать какие-то меры к предприятиям-загрязнителям, или к тем же частным лицам. При проведении мониторинга основной целью является определение источника. На данный момент департаментом проводится работа с природопользователями, которые осуществляют сброс в городские канализационные сети. Все промышленные стоки предварительно перед сбросом в городскую канализационную сеть предварительно должны проходить очистку. Тем самым обеззараживаются они, должны, по идее? Должны предварительно проходить очистку, после этого поступать в городскую сеть. А наши предприятия обеспечены этими очистными сооружениями? На данный момент не все предприятия. Порядка 20 предприятий всего лишь имеют очистные сооружения. Они обязаны установить новые очистные сооружения? Их как-то за это наказывают, за то, что они сбрасывают неочищенные стоки? Да, согласно приказу министра нациоэкономики, имеется порядок приема сточных вод. Непосредственно Ахблак обязывает их устанавливать очистные сооружения. Если не соблюдается и идет превышение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, налагается штраф. В СМИ писали о том, что, наверное, до 2020 года проблема воздуха в нашем городе не будет решена. Вы с этим согласны? Конечно, не согласны. Проведя анализ с 2011 года, как и говорилось ранее, определенный источник. И как бы пути решения данной проблемы уже выполняются. Так, к примеру, в 2015 году Акимом области утвержден план мероприятий по улучшению экологической ситуации Ак-Тюбинской области в общем. Установлено 16 мероприятий, 13 из которых направлены на улучшение воздуха города Ак-Тюбе. Ну, например? Это на реконструкцию комплекса очистных сооружений выделено финансирование с местного бюджета. Дополнительно строятся три сливные станции по городу по приему сточных вод и, вот как вы говорите, септиков. С сентября этого года будет проведена работа по реконструкции сливной канализации в районе Желгородка. Также основной, вот вы, как ранее говорили, отходы производства. В городе у нас имеется поля фильтрации, где ранее были размещены отходы спиртового производства Барды. При перепадах температуры, при осадках идет набухание Барды. Тем самым это способствует выбросам загрязняющих веществ в атмосферу. Согласно плану мероприятий, на 2016 год предусмотрено выделение финансирования с целью разработки технико-экономического обоснования по рекультивации данной Барды. Ну что ж, будем надеяться на то, что мероприятия, которые сейчас запланированы, они все будут выполнены и сроки наступления чистого периода в истории нашего города будут приближены. Экологи ищут виноватых, прокуратура их наказывает, предприятия выплачивают миллионные штрафы. Но в данном случае имеют ли значение деньги, если они не идут на исправление ситуации? Город ждет, кто из многочисленных природоохранных организаций возьмется довести дело до ума, добиться от предприятий загрязнительной реальных действий, а не просто проектов и планов. Ведь все мы дышим одним воздухом. Мы желаем вам здоровья и хорошего самочувствия. Оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова